Следующий вопрос. На какие участки тела этой девушки или женщины человек может посмотреть при сватовстве к ней? То есть, если человек сватовится к какой-то девушке, как мы указали ранее в прошлом вопросе, желателем является посмотреть на нее. То есть, ему желательно на нее посмотреть. Теперь вопрос. На какие участки ее тела он может смотреть? Говорит. Большинство ученых считает, что человек при сватовстве может посмотреть у девушки лишь на лицо и на кисти рук. Говорит. И некоторые из этого большинства ученых упомянули как довод и аргументацию на это, то что лицо и кисти рук не являются ауратом, то есть не являются аура с равными частями тела женщины. Но это вопрос также в этом разногласии, является ли лицо женщины и ее кисти рук и ауратом или нет. И более верное мнение, что лицо и кисти рук также являются ауратом женщины. Поэтому данная аргументация здесь не подходит. А также потому, что если человек посмотрит на ее лицо и на ее кисти рук, то этого ему достаточно для того, чтобы понять, готов он жениться на ней или нет. Потому что лицо собирает в себе красоту женщины. То есть по ее лицу можно определить ее красоту. А по рукам можно определить нежность ее кожи или нежность кожи ее тела. А также по рукам можно определить здоровье женщины. Является она здоровой или нет. Это первое мнение в этом вопросе, как мы сказали мнение большинства ученых. Второе мнение в этом вопросе. Это мнение Дауда Аз-Заири, а также имама Аз-Заири, а также имама Аз-Заири, а также имама Ахмада. В одном из рядах от него. То, что человек может посмотреть на любой участок ее тела, кроме сравненных ее частей. То есть кроме половых органов и задней части тела. Сказали, потому что пророк разрешил человеку посмотреть на женщину, которую он сватается, и ничем не ограничил это свое разрешение. Поэтому разрешено смотреть на любые участки тела женщины. Но это слово является слабым. Это мнение является слабым. Почему является мнение это слабым? Потому что эту аргументацию можно обратить против привернца второго мнения также. То есть если мы говорим так же, как говорите вы, что пророк Саралова Аз-Заири разрешил смотреть на женщину, которой человек сватается, и не ограничил это разрешение ничем, то почему вы ограничиваете это и говорите, что нельзя смотреть на ее сравненные части тела, то есть на половые органы и на заднюю часть тела. Если же они скажут, ну это каждому понятно и тому подобное, то мы говорим, что этот вопрос не возвращается к разуму людей. Но необходимо ограничить его доводами. И это мнение является в действительности слабым. Говорит, третье мнение в этом вопросе это еще один риваят от имама Ахмада, который указал на то, что при сватовстве человек, то есть мужчина, может посмотреть у женщины на ее руки, а также на ее стопы и на ее лицо. И на самом деле, привернцы третьего мнения здесь более расширяют это мнение и говорят не только на руки, стопы и на лицо, но также на то, что она обычно показывает перед своими родственниками, как допустим, шея, а также голова и тому подобное. Говорит в Азахтияру Сан'ани, и это мнение выбрал также имам Сан'ани, и это мнение выбрала шейх Ибн Усаймин, и оно действительно является наиболее верным из трех мнений в вопросе. И это мнение назвал более близким к истине имама Ахмада в своей книге Ас-Сахия. Али Ибн Кудама сказал Ибн Кудама, Каков довод или какова аргументация того, что у женщины, которой человек сватается, можно посмотреть на то, что она обычно показывает перед своими родственниками, а на набии, салаллаху саляма, дамма адина, фенназари илейха мингари имиха, аргумент заключается в следующем, что раз пророк, салаллаху саляма, разрешил посмотреть у этой девушки на ее участки тела так, что она об этом даже не знает, как у нас пришло в хадисе Абухаммада Саази, отсюда понимается, что значит можно смотреть или можно посмотреть у этой женщины на те участки тела, которые обычно видны у нее, потому что если он будет смотреть за ней украдкой, то увидит те участки тела, которые она обычно показывает перед своими родственниками. Говорит, Потому что человек в этом случае, то есть если у женщины, допустим, открыта шея или открыта голова, стопы, кисти рук, лицо и тому подобное, то он не может ограничиться только тем, что посмотрит только на лицо и все. Почему? Потому что другие участки тела также открыты. Поэтому разрешено смотреть на эти участки тела так же, как разрешено смотреть на лицо. То есть сейчас имам Ибн Абхадамов привел рекомендацию. Почему? Если человек, который сватается, или когда человек сватается к женщине, он может посмотреть на ее те участки тела, которые она обычно показывает перед родственниками, то есть кисти рук, стопы, а также шея, а также голова, а также лицо. Говорит, Почему? Потому что пророк Сан-Алаудасовым разрешил при сватовстве, или если человек твердо решил свататься на определенной девушке или женщине, посмотреть на нее со стороны, даже без ее знания, даже если она на это не согласна. И часто, говорит, бывает такое, что если женщина не знает, что за ней смотрят, и не дает на это своего согласия, то она находится в том виде, в котором она обычно ходит перед своими родственниками. Перед своими родственниками. Поэтому, говорит, получается отсюда, что разрешено человеку посмотреть на нее в этом состоянии. Говорит, А также потому, что она является женщиной или девушкой, на которую разрешено ему посмотреть по приказу шариата, то есть соизволение самого законодателя. Поэтому разрешено смотреть на то, что она показывает обычно перед родственниками. Так же, как если бы он был ее родственником. Так же, как если бы он был ее родственником. То есть, что хочет сказать имам Иблю Кудама? Хочет сказать то, что в основе своей посторонний человек не имеет права смотреть на постороннюю женщину. То есть, не на один из ее участков тела. Кому разрешено смотреть на некоторые из участков тела этой женщины? Ее родственникам? Раз здесь пророк разрешил человеку, который сватается, посмотреть на некоторые участки тела этой женщины, получается, что в постановлении он приравнивается к ее родственникам. Поэтому может посмотреть на те участки тела, на которые могут посмотреть родственники. Говорит, и передает сообщение Саид от Суфиана, то есть Суфиана ибн Улиена, от Амра ибн Улинара, от Абуджа'фара. Говорит, который сказал, то есть Абуджа'фар рассказывает и говорит, Говорит, однажды Ромар ибн Хаттар посватался к дочери Али ибн Абиталиба, но затем упомянул о том, что она еще слишком маленькая. И тогда люди сказали Али ибн Абиталибу, этим сам он отверг тебя, то есть отверг твою дочь. Вернись же к нему, то есть вернись и попробуй уговорить его на то, чтобы он все-таки женился. И тогда Али ибн Абиталиб сказал, говорит, давай мы пошлем к тебе эту девушку, ты на нее сам посмотришь, и Ромар ибн Хаттар согласился на это. И когда он смотрел на нее, он открыл ее болень. И тогда она сказала, то есть опусти эту одежду. Если бы ты не был амиром правоверных, то есть если бы ты не был помилителем правоверных, то я непременно, то есть ударила бы тебе по твоим глазам. И этот асар от Умара ибн Хаттаба не является достоверным. То есть Умара ибн Хаттаб такого не делал, и это не установлено достоверно. Потому что Абу-Джафр не застег Умара ибн Хаттаба. Соответственно, яснат является природным. У Абу-Джафр его Мухаммад ибн Али ибн Хусейн, Камах ибн Шейх Амрам и Динар, ибн Тагзиб ибн Каман. И под Абу-Джафром имеется ввиду Мухаммад ибн Али ибн Хусейн, как это выясняется из книги Тагзиб ибн Каман, которые перечисляются шейхи Амра ибн Динар. Значит, итог по этому вопросу следующий. То, что человек, мужчина, если сватается какой-либо девушке или женщине, то он может посмотреть на такие ее участки тела, которые она обычно показывает своим близким родственникам. То есть это кисти рук, так же стопы, так же шея и голова, то есть соответственно, с чем с лицом. Это естественно, если родственники дадут ему это и позволят ему это. То есть вообще со скромной шариата это ему разрешено. Но другое дело обычаи людей. То есть обычно у людей это не разрешается. Если человек пришел свататься к какой-либо девушке, то не дадут ему посмотреть относительно нее ничего, кроме ее кистей рук и ее лица. Это обычно у людей, особенно в арабских странах. Но что касается вообще разрешенности, тем более если человек смотрит на эту девушку украдкой, то он может посмотреть ее в таком состоянии, когда она находится в таком одеянии, в котором она ходит обычно перед своими близкими родственниками. И что женщина должна одевать перед близкими родственниками, у нас придет, инжалла, далее по книге в следующем вопросе. Поехали. Далее. Поехали. Продолжение следует...